Здравствуйте! Алматинские истории продолжаются. С внуками Турара Рыскула меня связывает более чем полувековая дружба. Я много раз хотел рассказать о Рыскулове и его семье, на долю которой выпали нечеловеческие испытания. Мне сказали, что вот открыт этот памятник Голодомору. Просто дело в том, что дедушка же принял, как говорится, большое участие здесь в помощи голодающим. Было оказано, благодаря его письму, двум письмам Сталина, была оказана продовольственная помощь. И благодаря этому, я думаю, все-таки было меньше жертв Голодомора, чем могло бы быть. У нас сегодня тему, которую я давно хотел поднять и рассказать о твоем знаменитом «Дети». Да. Для нашей семьи это большая боль, честно говоря. Это и гордость, но в то же время и большая боль, потому что слишком много было печали, страданий. Ну, конечно, их трудно рассказать вот так вот просто. Много времени на это надо и, честно говоря, сил. Потому что без слез рассказывать невозможно. Я уже бабушке с рождения воспитывалась, и я даже знать не знала, кто был Турар Искулов. Ну, видела фотографии, но кто он, что он и все последствия абсолютно не знала. Только когда, видимо, вот после 80-х годов начинали открываться эти архивы, документы. Потом я уже только уже понимала и знала, хотя бабушка никогда не рассказывала. Как ты думаешь, почему она... Потому что она боялась. Боялась? Она боялась. Они боялись повторения. Ну, и даже когда я у бабушки что-то расспрашивала, она с большим нежеланием говорила об этом, старалась упустить. А вот мама, которая с бабушкой попала в грудном возрасте в Алжир, а потом в три года ее отняли, послали в детдом, вот мама рассказывала свои детские впечатления. Ну, вот это без слез, это вообще невозможно. Как относились к детям, к врагам народа в детдомах, как дети умирали от голода, от болезни, никто за ними не смотрел. Ну, и я вот говорила уже там неоднократно тоже. В Алжир я езжу каждый год на день памяти репрессированной. Вот там тоже есть целое выделено место. Про бабушка моя, то есть мама бабушки. Там отсидел в восьмилетний срок в братской могиле похоронена. Бабушка, мама, ну и вот бабушкина старшая дочь Тицули. Ей на тот момент, когда дедушку забрали в 37-м году, в мае, ей было тогда 4 года. Ее вот после этого отправили тоже вообще в Одесскую область, в детский дом. Я просто представляю состояние матерей, вот представляешь, которые не знают, где их дети, живы ли они вообще. Или когда у тебя вот с трехлетнего возраста забирают ребенка, неизвестно куда, насильно отвозят и все. Адель – внучка Турара Рыскулова. В его последнем браке с Азизой Рыскуловой у них родились две дочери – Сауле и Рида. Адель является дочерью Риды, младшей из детей Турара Рыскулова. В предыдущих браках у него родились сын Александр и дочери Софья и Майя. Она говорила, что он был очень аккуратный, до педантизма аккуратист он был. Все у него было по полочкам. Но он страшно любил детей, он любил с ними играться, он все время придумывал какие-то загадки им, какие-то сказки. То есть, если он находился с детьми, это был не Турара Рыскулова, это был не тот жесткий такой деятель, да? Вот она рассказывала, но она его очень любила. Кстати, она несколько раз повторяла, если бы мне сейчас сказали, да, вот мы вернем тебе молодость, но ты снова пройдешь весь этот путь. Ты согласилась бы? Он говорит, я бы согласилась. Вот эти 10 лет Алжира, тюрьмы, она говорит, я бы согласилась. Настоящая любовь. Да, она его любила, хотя прожили они, получается, совсем немного. О бесконечной любви к своим детям говорят письма Турара Рыскулова. Сегодня мы впервые показываем вам личную корреспонденцию из семейного архива Адель Рыскуловой. В открытке, отправленной сыну Александру, мы читаем. Дорогой Шурик, как ты живешь? Очень мы хотим, чтобы ты на Клязьме отдохнул и окреп. Будь серьезным, люби своих сестренок и слушайся старших. Хотим, чтобы в доме отдыха этим летом о тебе был хороший отзыв. Целуем крепко, папа и Азя. Турар Рыскулов родился в семье крестьянина Шаруа. Рано лишился матери и в подростковом возрасте остался без отца. Воспитанием парня занялся дядя, который увез его из аула и дал образование. Отца же Турара сослали на каторгу в Сибирь за убийство волосного правителя. Эта громкая история легла в основу повести Мухтара Ауэзова «Выстрел на перевале Караш-Караш». Это был пастух. Он пас табун лошадей, принадлежащий Баю, Сайма-Сая. Кстати, это было вот здесь, в Толгаре. Есть там перевал Караш-Караш, где произошла вот эта трагедия. Кстати, по этой повести был снят фильм «Выстрел на перевале Караш», где Чукморов играет главную роль. Но в основном это про отца Турара Рискула. А в самом фильме он там маленький. Но все равно показывают, когда Рискул Жилкайдаров убивает Бая Сайма-Сая, его отправляют в Сибирь. И какое-то время он находится в тюрьме местной. Там с ним сидит маленький Турар. Но на тот момент ему уже было лет 10-12. И вот в этой тюрьме уже он знакомится с окружающими людьми, которые были на то время уже будущие революционеры. То есть уже свободомыслящие, уже там какие-то желающие поменять тот строй и так далее. Вот уже тогда у него начались зачатки к тому, чтобы бороться за свободу, за справедливость. Сегодня исследователи жизни Турара Рискулова говорят о его огромном вкладе в развитие экономики Казахстана. Во время перехода к НЭПу Турар Рискулов обратил внимание на то, что во многих республиках не хватает промышленного пролетариата. Основная масса населения состоит из отсталого крестьянства. Поэтому он выступил за сосредоточение средств производства на месте дислокации источников сырья. Проводя экономическую оценку положения крестьян в Туркестане, он сделал вывод, что условия ведения хозяйства сельскими жителями края требуют наделения их землей и доступа к поливной воде. Когда я узнала вообще всю значимость, всю величину Турара Рискулова, я, конечно, была поражена. Я читала, в энциклопедиях сначала была краткая информация, потом уже на просторах интернета она появилась, потом появились люди, которые стали изучать его деятельность, и, конечно, масштаб его как политического государственного деятеля очень большой. Просто сейчас жалко, вот, по прошествии времени, на сегодняшний день, к сожалению, мы видим, часто бывает, история переписывается, переделывается, но, как говорится, сам факт вклада Турара Рискулова и вообще других деятелей, да, кто поднимал Казахстан, к сожалению, сегодня как-то принижается, не учитывается. Вот, но то, что Турара Рискулова стояла у истоков создания республики, ну, вообще у истоков создания республик Средней Азии, Туркестана, и в том числе Казахстана, ну, как вот страна, в которой практически только был развит, там, аграрно-скотоводческий направление, да. И за какое-то короткое время поднять экономику, создать такие промышленные центры мощные, да, поднять, как говорится, и образование, и социалку, и здравоохранение. Он, кстати, был основатель в 2020 году, создание, вот, Министерство здравоохранения, считают его основателем. Ну и дальше то, что основное развитие Казахстана было после строительства Турксиба, а инициатива о строительстве Туркестана с Сибирской железной дороги была его, и потом он возглавлял это строительство, он был председателем Совета народных комиссаров по содействию этого строительства, которое даже было закончено раньше времени. Просто эта железная дорога, впоследствии, вот, когда было, все-таки, после его писем оказана помощь Казахстану, вот, по железной дороге эта помощь могла быть быстрее, как говорится, осуществима. Они остались позади, эти долгие и трудные километры. Дорога была сдана на год раньше. В этом заслуга Иры Скулова. Вот он выступает перед строителями с приветственным словом, вручает награды. Они неповторимы, эти кадры, как неповторимы само время. Но и сейчас, сквозь десятилетия, доносится до нас и волнует своим победным ликованием этот паровозный гудок, разорвавший вековую степную тишину. Ну и вот по, буквально, вот этой магистрали были созданы много-много различных промышленных центров, предприятий. Логистика, перевозки начались, торговля началась. Ну, то есть бурное развитие началось экономике Казахстана. А вот после войны твой дедушка, это же тоже после разрухи поднимать снова республику заново. Это же тоже очень большой вклад. Ну, вот, к сожалению, почему-то на сегодняшний день вот эти основатели республики почему-то принижаются их деятельность, забываются. При непосредственном участии Турара Рыскулова закладывались основы промышленности и транспорта государств Средней Азии и Казахстана. Получило развитие хлопководства. Необходимо отметить, что, находясь на посту зампреда Совнаркома РСФСР в течение 11 лет, он занимался вопросами хозяйственного строительства на всей обширной территории Советского государства. 10 лет он проработал в Кремле и на должности зампред Совнаркома РСФСР. Если расшифровывать на сегодняшний день, то он был одним из заместителей Сталина на то время. Одним из заместителей Сталина. Ну, это практически единственный казах, который достиг таких высот, и 10 лет он там работал, правил, он был оценен. Кстати, Фрунзе, когда Ленин написал о том, какие есть вот здесь такие личности, на которых надо обратить внимание в Туркестане, он вот про Рыскулова писал, что он обладает не только умом, но еще не дюжинным характером. Прямо вот его цитируют историки. Но, тем не менее, он был подвержен репрессиям. Его признали, значит, ошибки там национализма, как будто он проявлял, потому что хотел он создать единую туркестанскую автономную республику. Потому что он говорил, что все мы тюркоязычные народы, и как бы должны быть едины. 18 января 1937 года он был введен в редакционную комиссию для выработки окончательного текста Конституции РСФСР. В состав комиссии были избраны Михаил Калинин, Серго Арджаникидзе, председатель совнаркома РСФСР Даниил Сулимов и другие. Это было его последнее задание, которое он выполнял на посту заместителя председателя совнаркома. Но закончить его так и не удалось. 21 мая 1937 года РСФСР был арестован по обвинению в пантюркизме и осужден как враг народа. После этих трагических событий в 1938 году Азиза Тубековна, ее мать Арифа Атаулевна и брат Шамиль Тубекович были арестованы как родственники врага народа. И бабушка рассказывала, что вот 21 мая 1937 году, когда они отдыхали в Кисловодске, пришли за ним, его арестовали и больше она его не видела. А бабушка, кстати, была уже на восьмом месяце. И 30 июня вот родилась моя мама. Потом бабушку забрали в 1938 году с моей мамой, с грудной и со своей мамой и отправили этапом в Алжир. Вот. Ну и всегда, конечно, у нас, несмотря на то, что бабушка работала на мясоконтрольной станции, она вообще по профессии ветеринар. Благодаря дедушке она закончила в Москве ветеринарный институт. Но она пошла по стопам своего отца. Отец у нее был тогда, на то время, в царское время, единственный ветеринар именно царской армии, где содержались кони, лошади и так далее. У него было офицерское звание. И вот бабушка пошла по его стопам. Но я хочу сказать, что вот эта ее профессия, она спасла много жизней, знаешь как? Когда они сидели в Алжире, жили в этих бараках, в которых свистел ветер, было очень холодно. Бараки отапливались только камышом, который там собирали вокруг на болотах. Больше ни дров, ничего не было. А камыш же быстро прогорал. Было очень холодно и было очень голодно. А бабушка там пристроилась. Ну, то есть ее обозначили, что она будет отвечать за скот. И она, как ветеринарный врач, тот скот, который шел на убой, или еще что-то. Ну, в общем, она приносила в барак под бушлатом три буху. И таким образом вот она спасала матерей с детьми. Я помню, что потом, вот когда с теми, с кем она сидела, подруги ее приходили и говорили, вот благодарили ее за то, что она спасала их. А еще у Тарараскова был единственный сын Искандерна. В тот момент ему было 17 лет. Его тоже забрали в тюрьму. В Бутырке он сидел, но скончался от болезни. Конкретной болезнью была туберкулез. Это вот был единственный сын. У Тарараскова были еще две дочери. Одна из них тоже немножко пробыла в детском доме. А вторая дочь еще воспитывалась там у родственников. Все вот эти дети, они были при Тарараскове. Он их воспитывал, он их учил, обучал. То есть он этих детей не бросил. Не просто помогал, а они прям все жили вместе. И когда бабушка пришла к нему, то этих детей она тоже воспитывала какое-то время. По данным на апрель 1941 года, в лагерях и колониях НКВД содержалось 9400 детей в возрасте до 4 лет. Мать нашей героини Рида сидела в Алжире до 3-х летнего возраста. Затем ее перевели в детский дом. Как и других детей Турара Рыскурова. Какие воспоминания у твоей мамы о пребывании в детдоме и вообще о той жизни? Да, это была очень больная тема. Видно было, что маме очень тяжело это вспоминать. Но я помню очень хорошо два момента, когда она рассказывала, что настолько вот... Еще было военное время, то есть практически никто за ними не смотрел. Сытые, голодные, болеют, не болеют. И мама рассказывала, что они спали подвое, и можно было проснуться в какой-то момент, а рядом с тобой уже ребенок был холодный. И я, говорит, помню, от голода мы, говорит, собирали и ели мышиный кал. Мы, говорит, прямо, под кровать забирались и вот так, говорит, соскребали в кучку. И мне было так интересно. Я говорю, мама, а какой вкус вообще? Она говорит, ну он, говорит, такой кисленький, говорит, кисленький. Сейчас, конечно, это просто уму непостижимо. Тюцюля, когда в дубках была, она рассказывала тоже, что их даже сажали в карцер. А у Тюцюля был нейродермит, и оно все время чесалось. А они думали, что у нее чесотка. Ее сажали в карцер, где ребенок был абсолютно один, в холоде. И она, говорит, я помню, как крысы, говорит, ели мое вот платье шерстяное. Ну и, в общем, эти ужасы все ужасно, страшно вспоминать. Но мама еще рассказывала о встрече с бабушкой. Мне так это запомнилось. Я, честно говоря, плакала после этого, потому что она рассказывала, как дети бежали за телегой и кричали, тетенька, тетенька, возьмите меня. Но свою маму она восприняла, как просто чужая женщина, чужая тетя. Она говорит, я спряталась под стол, посмотрела на эту женщину заходящую, она была в белом платье. И у меня, говорит, абсолютно никаких не было эмоций. Да, я видела, что это красивая женщина, но у меня не было никаких чувств. Понятно, что это и не могло быть, откуда, если она даже не помнит свою мать. И вот после этих слов, что дети, конечно, там были просто счастливы, если бы их забрали родители. Но не все семьи нашли своих детей, потому что неизвестно было, куда они высланы, вообще живы они или нет. Но бабушке удалось все-таки найти и вернуть вот тетцу Лея, маму, маму мою, младшую дочь. Им не разрешили жить в Москве возвращаться, не разрешили жить в Алма-Ате. И они жили вот в Таранчинке, в Игорском районе, какое-то время, потому что даже, ну, на поселение, ну, не давали заехать им в город. Вот уже потом, в 56-м году, когда реабилитация была от дедушки, тогда вот уже они здесь получили квартиру. Мы жили на Миросоветской, а потом в 70-м году переехали в Казахстан. Я когда бываю в Алжире, каждый год живя сейчас в Астане, обязательно в 31-м туда езжу, и там есть огромная стена памяти, где высечено 8 тысяч фамилий и имен. Причем там, вот если по национальному раскладке, если делать, то женщин-казашек там мало, всего где-то процентов 8. А основное, остальные составляют другие национальности. И причем там сидело по национальностям где-то около 60 национальностей женщин. Представляешь, это вот со всего Советского Союза, со всех республик были сосланы туда жены. Ну, кто-то с детьми, кто-то без детей. То есть, это трагедия такого масштаба, и, конечно, она коснулась, опять-таки, тоже не конкретных этих людей, а понятно, что это целые семьи, матери, жены, сестры, дети. Вот, и, конечно, боишься, боишься повторения этого, не дай бог, чтобы это было. Поэтому вот эти вот программы, Нелли, которые ты проводишь, они очень важны, потому что наши потомки должны знать, как было на самом деле. Ну, пускай не из первых уст, но хотя бы от потомков, которые это слышали из первых уст. Вот, и я считаю, что страна, которая не помнит свою историю, говорят, что у этой страны будущего нет. Поэтому вот я считаю, это очень важно, то, что ты делаешь. Снимаешь именно историю, которая останется вообще на года, на века. Я надеюсь, что это не сотрется, что это останется. И просто люди будут знать и помнить. Самое главное – помнить и не забывать. Жизнь Турара Рыскулова была полна трудностей и лишений. Он прожил всего 43 года, но прожил их ярко, не покладая рук, работая ради будущего казахского народа. Алматинские истории продолжаются. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok